Всем привет! Сегодня мы будем опять готовить любимое блюдо нашей семьи. Моя бабушка была армянкой. Борщ, который я бабушкин борщ готовила, это в общем-то по ее рецепту она научилась его готовить у своей мамы. Поэтому сейчас я буду готовить блюдо, которое она называла мысыха, но я его переделала уже на свой лад. То есть и мысыха блюда такого вообще в интернете я не нашла, с такими ингредиентами. Прадедушка был персидский армянин, может быть он откуда-то оттуда этот рецепт привез, не знаю в общем. Поэтому не судите строго, хотя хотите судить. Как моя бабушка делала, она баклажаны резала кружочками, обжаривала с двух сторон. Потом фарш свиноговяжий она тоже обжаривала. И там масло, и там масло. В итоге это все перекладывалось в кастрюльки, заливалось водичкой, добавлялись помидоры, болгарский перец, зелень. Лук добавляется в фарш и в общем все это тушится. Это блюдо вкусное, но очень жирное, так как я на диете. Я его сделала теперь постным. Оно у меня готовится в мультиварке без всякого масла. Как я его готовлю, я сейчас вам покажу. Для нашего блюда нам понадобится мультиварка. У меня здесь чаша на 4 литра. Ну будет не 4, а 3, соответственно не полную делаем. Я беру 2 баклажана, фарш где-то 1 к 2, то есть фарша ну как половина, можно даже меньше. Ну кто любит мясо как, может быть кто-то побольше любит мясо, мне мясо нормально. Болгарский перчик, помидорчики и зелень. Вот это все нам нужно для приготовления этого блюда. Сейчас я порежу баклажаны, фарш я положу в мультиварку, выкладываем. Добавляю чуть-чуть водички, хотите добавляйте масло, но так как я на диете, мне нужно, чтобы масла лишнего не было. Фарш свиноговяжий, я его перемалывала сама. Я предпочитаю мясо брать и видеть, что я там перемолола. И сразу же перемалываю лук вместе с фаршем. Ну так же посолила, поперчила, то есть тут уже фарш полностью готовый. Сейчас начнет оно немножечко обжариваться, чуть-чуть водички. Даже оно не обжаривается, а просто термообработку пройдет. А тем временем я сейчас нарежу баклажаны и овощи. В общем-то в принципе все это можно закладывать одновременно, кроме зелени, зелень уже в конце. Также я сейчас закипячу чайник, потому что нам понадобится потом вода горячая, чтобы залить овощи и чтобы они там уже тушились. Я разрезала баклажан, семян в них нет. То есть баклажан он не должен горчить, обычно горчат семена. Поэтому баклажан можно не замачивать в соленой воде, но вообще когда баклажаны сезонные и когда в них много семечек, они горчат. Тогда лучше их в соленой воде вымочить. Кто-то чистит кожуру, если хотите, можете почистить. Я ее не очищаю, я люблю с ней готовить. Фарш у нас вот сейчас тут и надо тепеть. Он должен стать полностью светлым. Я его просто буду помешивать. Режим жарко 10 минут, а потом уже будем ложить овощи. Баклажан мелко я не режу. Вот такие вот кубики получаются. Ну не очень мелкие, нормальные. Он все равно будет потом мягким. Ну вот мясо у нас уже подготовлено. Я порезала баклажаны и положу сейчас сюда. Все баклажаны у меня поместились. Ничего, что оно лежит уже вот плотненько. Дело в том, что они будут мягче и они осядут. Потом уже будем ложить другие продукты. Я добавлю сюда немножечко воды. Примерно, пока примерно стакан достаточно, потому что овощи дадут свой сок. Главное, чтобы сейчас это все пропарилось и уселось. Ну вот, я поставила тушение на час и пусть оно там пока тушится. Вот когда осядет, это не час пройдет, а меньше. Когда уже пропарится, осядут баклажаны, тогда уже можно будет ложить туда помидоры и болгарский перец. Вот сейчас я все это дорежу. Вот я нарезала помидоры и болгарский перец, сложила все это в одну тарелочку. И помидор у меня один остался еще. Один я большой порезала и большой болгарский перец. Посмотрим, сколько будет места. Если места хватит, может быть, я еще один помидор порежу или половинку. Если места будет мало, значит, этого достаточно будет все равно. Ну вот, прошло 15 минут. Сейчас откроем мультиварку и посмотрим, что у нас там. Ну вот, баклажаны наши уже стали мягче. Даже видно, что там кипит вода. Место появилось и мы туда положим сейчас лавровый листик, помидоры и болгарский перец. Они дадут сок и пока я доливать ничего не буду. Можно даже еще один помидор как раз таки и дорезать. Закрываем и готовим дальше. Все, я дорезала помидорчик, положила туда второй. И сейчас я посолю сразу все это. Я предпочитаю вкусную соль. Можете ложить любую соль, какая вам нравится. Зелень порежу и буду ждать, когда уже смягчатся овощи. Вот когда они будут мягкими, тогда можно будет положить зелень. И, в общем-то, выключать. До конца варки осталось 21 минута. Я сейчас хочу туда заглянуть. Я вижу, что все уже хорошо кипит. Когда я посолила, все это я перемешала. Воду доливать я не буду. Здесь достаточно воды. В общем-то, все уже готово. Теперь можно положить зелень. Еще раз я все перемешаю. Соль, перец ложите по вкусу. Но я уже положила, перец я не ложу, потому что мне его нельзя. Теперь зелень будет доходить уже вместе со всем этим блюдом готовым. Закрываем крышку и выключаем. Дальше блюдо уже само дойдет. Мультиварка мне показывает, что осталось времени 20 минут. Но блюдо у нас уже приготовилось. Значит, оно приготовилось у нас за 40 минут. В общем-то, я теперь выключаю все. Ну что, наше блюдо готово. Блюдо получилось вкусным и в то же время диетическим. Лишнего жира здесь нет. Мясо было все постным. То есть, постная свинина, постная говядина. И никакого добавления масла. Все это тушится с овощами. И тем, кто на раздельном питании, пожалуйста, можно кушать такое блюдо. Но совершенно соответствует вашей диете. Нам это блюдо очень нравится. Мы едим его с удовольствием. Съедаем очень быстро. Попробуйте приготовить такое блюдо. Я уверена, что оно вам понравится. Я его придумала сама. В общем, переделала бабушкино жирное блюдо на свой лад. И мне оно нравится. Вот именно в таком варианте я его всегда и готовлю. Но мои дети, я, мы с удовольствием его едим. Кому мое видео понравилось, кому было интересным, полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok